10 самоходных арт-установок «Панцирь-2000», 3 СЗО «Марс-2» и 5 зенитных установок «Гепард». Такую помощь Украине за время полномасштабного вторжения России предоставил официальный Берлин. Список вооружения опубликован на сайте Минобороны Германии. «Мы держим свое слово. Мы поддержим Украину доставкой более тяжелого вооружения, боеприпасов и обучением в Германии». Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии в Твиттер. «Панцирь-Гаубицу-2000» по праву считают одной из лучших САУ в мире. Именно их сейчас на линии фронта активно использует украинская армия. Быстрострельность – раз. Минимальное применение физической работы экипажа – два. И приведение в бой-отбой боевых позиций оперативно. Минута привестись в работе. Минута отработать цель. Минута уйти. В апреле Украина заявила, что планирует закупить 100 таких самоходных артиллерийских установок непосредственно у производителя. Как сообщает немецкий еженедельник Дершфигель, компания-производитель Краусма Фейвейман 11 июля подала заявку на получение лицензии для производства «Панцирь-Гаубиц-2000» именно для Украины. И через два дня получила положительный ответ от Министерства экономики Германии. Представитель КМВ назвал бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро. Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 миллионов евро. На КМВ производство систем вооружения должно начаться немедленно. Пока не ясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет, поэтому главной заботой является долгосрочное усиление украинской армии. Из сообщения немецкого еженедельника Дершфигель. Также Германия готова передать Украине систему ПВО Айрис-Т, изготовленную по заказу другого государства. Об этом сообщила глава МИД Германии Анна-Лена Бербок. Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии в интервью Радио Свобода. В интервью Радио Свобода министр подчеркнула, что Германия действительно вначале слишком медлила с предоставлением Украине эффективной военной помощи. Но теперь подход изменен и поставка тяжелого вооружения уже происходит. Вначале мы были слишком медленными, и поэтому мы стараемся становиться лучше. И мы изменили позицию, мы доставляем тяжелое вооружение, мы доставляем особенно артиллерию. Сейчас современные системы, потому что это то, о чем украинцы говорят нам сейчас. Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии в интервью Радио Свобода. О новом пакете военной помощи для украинской армии заявил и президент Литвы Гитанос Науседа. По его словам, они готовы предоставить 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны. Я также сегодня не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет. Это амуниция и 10 бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве, и которые, мы знаем, будут вам чрезвычайно нужны. Литва и Польша готовы возобновить переговоры в Альянсе по поводу вступления в НАТО Украины. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины по случаю второй годовщины основания Люблинского треугольника. С учетом проведения в 2023 году в Вильнюсе саммита НАТО, Республика Польша и Литовская Республика подтверждают готовность активизировать в рамках Альянса дискуссию относительно приглашения Украины начать переговоры о вступлении в НАТО. Стороны намерены тесно взаимодействовать в вопросе объединения международных усилий по восстановлению Украины, понимая, что успешная Украина является залогом процветания и стабильности в Европе. Из совместного заявления министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши. Страны заявили, что хотят расширять сотрудничество между вооруженными силами трех государств. Это предполагает проведение совместных учений в тренировочных центрах Польши и Литвы, лечения и реабилитации военнослужащих ВСУ. Юлия Биль, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA. Сейчас с нами на связи Гарри Табах, капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке. Гарри, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Виталий, 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 Украина. Гарри, давайте, я понимаю, что вам ближе тема Соединенных Штатов Америки непосредственно той техники, которая передается в малом количестве, хотелось бы, в большем количестве украинской армии. Но, тем не менее, хотел бы, чтобы вы оценили сейчас изменение риторики Германии с боязни, с передачей 5000 казок, спасибо за это, это также важно для армии Украины, до передачи Панцергаубета, до передачи других, до Айрис-Т, даже разговоры такие. С чем вы связываете вот этот вот прогресс в риторике Германии на Лене Бербак той же? Решительности, вот так, прогресс решительности, так можно сказать. Я, ну, это, наверное, много, с чем можно связать, потому что давление, опять же, германского общества на своих политиков, то, что господин Шуц врал обществу и говорил, что идет и не идет, это воспринимается очень плохо, поэтому сейчас они пытаются перейти обратно. Ну и, конечно же, недавно выступил с очень такой речью сильный наш бывший президент, сказал, что Европа не делает достаточно, что Америка в такое тяжелое время дает намного больше, чем Европа, а Европа, это как бы, опять же, в европейском саду, в европейском, на европейской территории происходит, а они сидят молча и сказал, что это стоит Америке очень много денег, что правда. И думаю, что на это Европа тоже отреагировала, когда большая часть Соединенных Штатов Америки говорит такие вещи. Правда, сразу же госпожа Полоси решила поехать на Тайвань, что спровоцировало Китай, а теперь в Америке голоса идут, подождите, подождите, мы не можем столько отдавать Украине, потому что мы должны были готовы к Китаю, вдруг такое начнется, а мы все отдали Украине. Поэтому это идут политические игры, от которых я, честно вам сказать, далек. Все, что я хочу и мое окружение хочет, чтобы это оружие Соединенных Штатов Америки как можно быстрее, и из Германии, как можно быстрее пришло в Украину, чтобы остановить это убийство. Мы так перепрыгнем чуть-чуть, Гарри, сейчас с тема на тему, но тем не менее, уже начали говорить о американском, непосредственно вооружение, если мне не изменяет память, 18 сухопутных дивизий, да, и сейчас у Соединенных Штатов Америки, так это или не так? Честно вам сказать, я не знаю, но это точно цифры не знаю, но это примерно так. Наши дивизии начинают меняться, у нас начинают становиться уже, ну, в основном не дивизии, а бригады. Ага, на бригадное, на бригадное обновление. Понимаем, у такого количества военнослужащих, такого количества отделений, достаточное количество вооружения. Вооружения четвертого поколения, в основном о котором как раз идут речи, когда там говорят о передаче его Украине. Правильно ли я понимаю? Я не совсем понял ваш вопрос. У таких вот подразделений, условно там дивизии вот этих сухопутных, ну, огромное количество вооружения, техники. Правильно понимаю? Ну, конечно же, у нас полное вооружение, но у нас также есть и запасы, у нас есть, что называется, припозишенинг, то есть в Европе у нас есть склады, в других странах у нас есть склады, где мы держим это вооружение, если нам надо мобилизироваться, чтобы не перекидывать, чтобы не устать в логистике. Также у нас и в Аризоне, и в Калифорнии, в пустынях большие, то, что называется, кладбища, но это не кладбища, там у нас и современные самолеты стоят, и гаубицев тысячи и тысячи, я, кстати, выложил недавно программу у себя, где через Google Map мы можем увидеть, и танков Абрамс у нас там тысячи и тысячи стоят. В основном это действующее, это недолго займет, чтобы их дать в строй. Я был один из офицеров, который вот такое оружие передавал Польше. Корабли у нас также есть, я был ответственный офицер за передачу фрегатов и вертолетов и всего снаряжения для спецназа Польши в начале 2000-х. Логичный вопрос тогда, Гарри, почему Украине передается, там несколько десятков, в Хаймарс, ждут процесса начала ленд-лиза? Ну, то есть, почему тех тысяч гаубиц все еще нет в Украине? Я напомню нашим зрителям, Джозеф Байден до начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины говорил про стабильные и предсказуемые отношения с Россией тогда. После критиковал президента Украины Владимира Зеленского, якобы Украина не готовилась к противостоянию с Российской Федерацией. Логичный вопрос. Если Соединенные Штаты Америки выступают одним из полюсов этого многополярного мира, так называемого, сверхгосударством, которое отвечает за мировой порядок в каком-то смысле, почему тогда Соединенные Штаты Америки все еще тянут с массовой передачей Украине необходимого Украине вооружения? Либо же ленд-лиз это как раз момент начала вот этой массовой поставки Украины и гаубиц, и хаймарс, и многого другого. И тушенки, и пенициллины, и всего остального в достаточном количестве, чтобы победить фашистскую Германию. Для этого и существует ленд-лиз, чтобы моментально это сделать, чтобы сразу все пошло, обходя Конгресс, что не надо Белому дому и администрации ни у кого не спрашивать никакого разрешения и не выбивать никакого бюджета. Через 60 дней президент должен дать отчет по ленд-лизу, сколько передано, какая стратегия и что собираются делать дальше. 60 дней, уже скоро 90 дней, как прошло после того, как подписан ленд-лиз, Украина получила по ленд-лизу абсолютно ноль. Я думаю, что просто, когда вы говорите о Соединенные Штаты Америки, у нас, понимаете, Соединенные Штаты Америки, это 50 разных маленьких государств, сложенных в одну Соединенные Штаты. И есть по-разному очень большое количество нашего населения, людей, граждан, для которых свобода, независимость, американские ценности, права человека, не пустые слова. И сегодня мы видим, что 6 сенаторов, уже 6 сенаторов, пошли в обход Белому дому. И теперь требуют это не от Белого дома, а пошли напрямую к Пентагону и к Министерству иностранных дел, Госдепу, чтобы как можно скорее дать необходимое оружие, которое должно быть у Украины, которое должно было быть дано еще до начала войны, чтобы предотвратить эту войну, чтобы показать, что мы не позволим этого. Но я думаю, это происходит все от самого начала. Когда нынешняя администрация никогда не прислала посла в Украину, сказала, что мы никогда не пошлем свои войска на какую-то войну, потому что никогда у нас такой опции нет. У нас всегда есть опция, что мы можем послать свои войска. Для этого у нас есть авианосцы, для этого у нас есть наша родная морская пехота. Сказав, если будет большое внедрение, это одно, если не большое внедрение, это другое. Подняв цены на нефть, запретив нам добывать нефть и газ в Соединенных Штатах Америки, мы из самого крупного экспортера стали импортером. То есть дать кислород Путину, стали всех посылать к нему, опять чего-то его упрашивать, с ним советоваться. И я думаю, что это был показатель с самого начала, что и сегодняшняя администрация Белого дома. Я знаю, что многие со мной не согласятся или многие не хотят это говорить, потому что у вас нет возможности, боитесь разозлить Белый дом. Но я-то могу, я гражданин, и я плачу им зарплату. Не друг Украины, они небольшие друзья Украины. Единственное, что их заставляет что-то делать и как-то двигаться, это опять же давление из нашего Конгресса, из нашего Сената и давление нашего общества. Сегодня о Украине почти что не наговорят в американских СМИ. А если что-то и говорят, то показывают, что там коррупция, там вот может быть эта техника и наша вороваться, продаваться куда-то. Все это разносится такими пророссийскими блогерами, СМИ. Абсолютное вранье могу еще раз повторить, я уже несколько раз на вашем канале повторял. Я был ответственный офицер за передачу нашего оружия, тяжелого оружия. Фрегатов, Ф-16, вертолетов и спецназовского оружия в другую страну. Я могу со всей ответственностью сказать, что своровать это, тем более перепродать это, нереально и невозможно. Это ни один человек, ни два, ни сто, ни тысячу за этим следят. У нас целые есть агентства, целые организации, которые это делают. Поэтому если вы слышите про такое, то это просто подрывает. И чтобы замедлить поставки оружия в Украину. Гарри, но при этом тему своровать, как раз-таки Кремль очень активно и продвигает. Продвигает это не только у себя в эфире, в своих прокремлевских средствах массовой информации, но и также всячески, где есть возможности и в европейских государствах, и также и в Штатах. При этом вот этот нарратив, что выставить нужно Европу как можно более слабым фактором, выставить Соединенные Штаты Америки причиной, ну чуть ли не гибели, голода во всем мире. Это тоже нарратив, который очень часто используется Кремлем. При этом всем, как вы наблюдаете то, что сейчас в средствах массовой информации, в том числе и Соединенных Штатов Америки, присутствует тема Украины, это понятно. Но вот как реагирует общество американское, как реагируют политики на вот эту пропаганду Кремля по поводу воровства оружия, якобы воровства, и по поводу того, что санкции – это плохо для мира, это не плохо для России, но плохо для мира? Ну, конечно, это так и есть. Санкции, нарушение экономики мировой – это все для нас плохо. Мы все от этого страдаем, но это не значит, что поэтому мы должны дать Гитлеру, Польшу, Чехословакию и так далее. Это не значит, что мы должны Путину давать все, что он хочет, потому что на этом он не остановится. Но то, что российская пропаганда так работает, это меня не удивляет. Конечно, это их работа, и они должны это делать. Они воюют против вас, вернее, занимаются убийством вашим. Но то, что это разносится у вас, вот когда ваши журналисты, ваши коллеги это поддерживают и разносят, когда украинские, или так называемые украинские патриоты это рассказывают и преподносят, ну, как бы закидывают это. Вот это меня удивляет, что в стране, где военное положение, где должна быть, где сегодня мы защищаем демократию, но не практикуем ее здесь, потому что невозможно во время войны это делать. Все должны сконсолидироваться вокруг лидера. И то, что исходит от него, то и должно быть поддерживаться. А антиукраинскую пропаганду это надо закрывать. Это сегодня свобода слова в Украине. К сожалению, вы не имеете такой роскоши. И вот когда ваши коллеги это делают, или какие-то специалисты, или эксперты, вот здесь меня удивляет в стране, в которой находятся на военном положении, в стране, где убивают их детей, гражданское население и разрушают инфраструктуру бандитской страны. И сегодня поэтому по-разному все относятся. И в Америке только. Ну, вот сегодня мы видим, что в Соединенных Штатах Америки, опять же, у нас в Сенате и в Конгрессе настаивают на том, чтобы объявить Россию страной, которая поддерживает терроризм. Или спонсирует терроризм, правильно сказать. Так что у нас есть там какие-то сдвиги. И я надеюсь, что в ноябре будут у нас выборы, которые покажут, как американское общество себя чувствует по этому поводу. И в январе картина поменяется серьезно по отношению к Украине. Дело все в том, что вам до января надо дожить. И вам до января надо попытаться любыми способами пролить как можно меньше вашей крови. Очень дорогой крови по сравнению с российской. Но для этого же опять вам нужны правильные инструменты. То есть тяжелое вооружение. Добавлю, что Соединенные Штаты Америки, если смотреть исключительно по финансовой составляющей, гуманитарной составляющей, наибольшим является партнером экономическим для Украины. Америки на втором месте идет в Великобритании, если смотреть исключительно подсчеты. Европа. Гарри, очень важная история. Но это по GDP. Так нельзя смотреть. Потому что надо смотреть по GDP. Тогда у вас Эстония вообще не ваш друг. Но она дает больше, чем свою долю. А Соединенные Штаты к Соединению не дают своей доли. То есть могли бы больше. Давайте сойдемся на таком. Хотелось. Украинцам хочется большего. Мы ждем большего. Гарри, вопрос Европы хочу тоже уточнить с вами. Если Соединенные Штаты Америки ввели определенные операции военные на других континентах, армия Соединенных Штатов Америки, военнослужащие, были одним или другим способом задействованы. Постоянно получали какой-то опыт. Европа проходила процесс демилитаризации и деиндустриализации на протяжении десятилетий. И возможно, вот этот медленный процесс передачи Украине определенных гаубиц, танков, другого вооружения, он часом не связан с тем, что как раз Европа проходила вот этот процесс и попросту не может дать больше, чем дает сейчас. Абсолютно верно. Европа уже, наверное, последние 30 лет проходила демилитаризацию. То есть были даже договоры по уменьшению не только ядерного оружия, но и конвенциального, обыкновенного оружия. И все эти годы, потому что в Советском Союзе уже не было проблем с этим, не было противостояния Советского Союза. И НАТО, в принципе, тоже уже как бы переставало существовать. В Европе, прямо скажу, оружия нет. Там есть припозыщение, опять, которое я говорю, оно это американское, это наше оружие. А вот мы, нет, мы всегда вооружались, мы всегда набирали силы и готовились всегда. Наши войска всегда участвуют в каком-то вооруженном конфликте. У нас воюющая армия. Это абсолютно точно. И опять же, вы меня вынуждаете вспомнить предыдущую администрацию Соединенных Штатов. Но это предыдущая администрация сидела и повышала голос на госпожу Меркель, комсомолку нашу любимую, и на остальную Европу, говоря, вы обязаны платить свою долю в НАТО. Вы платите меньше, чем 2%. Почему мои солдаты и мои налогоплательщики должны расплачиваться за вас ужин и защищать вас от того, с кем вы строите Северный поток. И наложил на это санкции. Потому что госпожа Меркель тогда говорила, подождите, подождите, политика политикой, а экономика экономикой. И наш предыдущий президент сказал, нет, так не работает. Вы или платите свои доли. Так что да, Европа и сама разоружилась, и разоружалась по разным договорам. Поэтому, конечно же, для Европы сегодня снабдить Украину всем, чем ей, Украине необходимо, сложно. Но можно. Можно, если они захотят. А вот Соединенным Штатам, я считаю, нам это несложно сделать. Кроме того, что есть политика, что, мол, с Китаем нам надо тоже, если мы Россию разобьем, и она разрушится, а Украина ее сейчас разрушит и разобьет. То Китай становится очень сильным игроком в мире. И это, наверное, чтобы быть честным, это тоже настораживает сегодняшнюю администрацию Соединенных Штатов Америки. Ну и тоже, наверное, в контексте демилитаризации Европы сейчас европейские государства понимают те риски, которые начались с 24 февраля с полномасштабным вторжением России в Украину. И то же самое, что происходит сейчас в Бундесвере, когда Германия решила все-таки укреплять свою армию и усиливать свои возможности. Вопрос вот еще в чем. Если после саммита НАТО Байден анонсировал, говорил, что будет укрепление альянса, мы видим это укрепление альянса, и база НАТО в Европе, мы видим процесс укрепления. Но при этом всем звучат сейчас очень часто заявления, мнения, скорее, некоторых военных экспертов, политологов, что Путин еще будет провоцировать альянс, еще будет провоцировать НАТО, дабы возвысить себя на международной арене. Как вы считаете, возможны ли эти попытки со стороны Путина спровоцировать? Если возможны, то в каком виде, и что на это ответит альянс? Вы знаете, я не доказатель будущего, но я вам могу сказать, что от КГБ можно ожидать все, что угодно. Все, что угодно. Они будут провоцировать, они будут захватывать, они будут повышать ставки. Это такой менталитет, где-то бандитский, бандитско-рабский, что ли. Да, к сожалению, это шло, вы говорите, что поняли в 2014 году. Я думаю, что надо было понять еще в 2008 году, а может быть даже еще раньше, когда убивали чеченцев. Но весь мир как бы сказал, ну это внутренняя проблема, кто такие чеченцы, а не бандиты. Все равно российская тогда уже пропаганда так работала. Но в 2008 году уже было абсолютно все ясно, с кем мы имеем дело. И посылать туда нашего секретаря Госдепа с красной кнопкой перезагрузки, вот тогда они уже решили, ну все, теперь можно. Теперь нас все боятся, нас все, и мы можем делать, что хотим. Ну а в 2014 году уже совсем было все ясно. Но опять же, вот разворачивались власти, наверное, это проблема или болезнь демократии, но все равно это лучше, чем диктатура. Но какая-то страна или какой-то народ приносится в жертву таким образом из-за этого. И сейчас это пришла очередь Украины. Поэтому, конечно же, это сложно. И надеюсь только то, что начнется все-таки поставка оружия, начнутся серьезные блокады России, начнутся серьезные санкции против России. Когда наша сегодняшняя власть, начнутся с санкций из ада, мы ждем этих санкций из ада, и миру придется проснуться. И, конечно же, в Брюсселе, в центре, в штабе НАТО надо будет поставить памятник Владимиру Владимировичу Путину, потому что до него, до 2008 года, НАТО практически развалилось. Я тогда был начальником штаба НАТО в Москве, и я уже чувствовал, что у нас не было работы на моем месте. Но в 2008 году он нам дал второе, открыл второе дыхание, ну а в 2014 году уже мы поняли, что нужно готовиться. Но готовились плохо. В 2022 году НАТО называет Россию стратегической угрозой. Да, этот памятник 100% должен стоять. Не знаю, простоит ли он долго, давайте так, Гарри, но тем не менее. Спасибо вам огромное. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Я напомню, что Гарри Табах... Украина победила. Украина победила. 100% Гарри. Напомню, Гарри Табах был с нами на связи, капитан первого ранга ВМС США. В отставке информационный марафон Freedom продолжается. Оставайтесь вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok